Приветствую вас, давайте сразу попробуем расставить все точки на при и скажем так, вот сразу скажем, что вам какие-то отдельные ответы на вопрос не помогут. Знаете, формат вопрос-ответ, именно формат вопрос-ответ, он такой сам по себе, что решает только некоторые проблемы. И да, вам на какой-то момент будет лучше, на какой-то момент вам будет хорошо, но проблему в целом вы не решите. Потому что проблема кроется не в том, да, вот вы даже вопросы даже не задаете, да, вот, значит, так. Да, вот вы даже не задаете вопроса, только говорите, что проблема та же самая, я не чувствую его любви ко мне. Так, и вот, понимаете, как бы, и что, вы не чувствуете его любви к вам, мы должны сделать так, чтобы он к вам начал испытывать любовь, вы же понимаете, что это невозможно. Что я увидел? Ну, во-первых, я увидел зависимость. Я не думаю, что это для вас новость, я не думаю, что для вас это откровение. Второе, что я увидел, это неуверенность в себе. Значит, сразу зависимость, то есть это желание ваше, которое вы удовлетворяете с помощью молодого человека. Либо замещение, либо перенос, либо трансференция, либо слияние. Неуверенность в себе. Соответственно, те вещи, в которых вы в себе сомневаетесь, те вещи, те, ну, аспекты вашей личности, которые вы либо подвергаете сомнению в своем восприятии, либо которые отрицаете вообще. В частности, вот. Вы говорите, что это ваша вторая любовь. Первая любовь в вас была, и вы потом ни в кого не влюбились, как вы говорите, остались всех мужчин и так далее. И вот влюбились сейчас в человека. Если я правильно вас понял, и именно правильно, если я вас понял, то тонкость вся в том, что влюбившись, вы по сути дела заместили тот же образ, что у вас сформировался еще в отношениях с первым мужчиной, другим мужчинам, и все. То есть, с этой позиции, с этой точки зрения, вы до сих пор пребываете, ну, в некоторой степени в отношениях с тем человеком. Именно с тем первым. Потому что он, этот первый человек, породил в вас определенные изменения, может быть, сомнения даже, либо расширил ваше сознание, что скорее всего, и вы не смогли пережить правильно потерю этого человека. Ну, то есть, расставание, грубо говоря. Нашли другого, заместили им первого, и, в общем, на время, в общем, все как бы, ну, все хорошо. Но именно, что только на время, к сожалению. Далее. Что я увидел? Увидел проблему личных границ, свойственных, свойственную для людей, ну, вот, как вы, свойственную для людей психотического склада ума, психотического типа личности, то есть попредственность вот в ком-то, для кого можно что-то делать через другого человека, реализуясь. Где вы? Где ваши желания? Где ваши попредственности? Где ваши занятия? Где ваши цели? Насколько вы самоидентифицированы? Понимаете, тонкость вся в том, что мужчина именно поэтому не может испытывать к вам серьезных чувств. Потому что вы не самобытны для него. Потому что для него вы растворяетесь слишком в нем. И отсюда, естественно, возникает проблема. Поэтому, если вам хочется, чтобы человек вас воспринимал всерьез, нужно быть более самобытной. Нужно быть более интересной, может быть, достаточно, чтобы мужчина чувствовал себя с вами мужчиной. не отцом, не учителем, не мудрецом, не наставником. Да? А именно учитель, а именно мужчина. Поэтому вам нужно понять, какая вы женщина. Чтобы понять, какая вы женщина, не нужно, самое что интересное, не нужно ходить за мужчиной хвостом. Наоборот, женщина, как бы она ведет себя обособленно. Да, она может ходить хвостиком за мужчиной. В этом нет ничего необычного для нее. Но тогда, и это важно понимать, такая женщина обрекает себя, что называется, на подчинение мужчины. И вы либо соглашаетесь на это подчинение, либо нет. И в случае, если нет, в случае, если вы не соглашаетесь на это подчинение, то получается, что та модель женского поведения, которую вы выбрали, является для вас неподходящей. Ну и, соответственно, только все заключается здесь в том, насколько вы это осознаете, и насколько вы готовы менять свое поведение так, чтобы вы получили именно то, что вам нужно. То есть не то, что вот вам дали. А именно то, что нужно. Понимаете, какой момент здесь. Это вот вам для размышления. То есть какая вы женщина. Значит, что вы из себя представляете как женщина. Какого мужчина вы можете сделать счастливым. Ну и так далее. Далее, что я увидел. Я увидел страх одиночества. Трак одиночества – это непринятие себя, невозможность находиться с собой наедине, невозможность принять себя, невозможность быть с собой на каком-то вот одном комфортном уровне, скажем так. И, соответственно, невозможность саму себя выносить, непринятие себя. Непринятие себя всегда. Всегда идет из детства. Это вот то, что нужно вам понять. Что непринятие себя идет из детства. Если вы не принимаете себя, значит, родители вас, скорее всего, также не принимали в детстве, как вы не принимаете себя сейчас. Тут нужно, с одной стороны, выделить, что именно вы в себе не принимаете и почему. С другой стороны, определить, что родители говорят по этому поводу. То есть, ну, что они считают вообще. Что они думают вообще. По этому поводу. Какое у них мнение. По этому поводу. И, значит, вот исходя из этих моментов всех, вам нужно корректировать свое поведение. Как это можно сделать? Сделать это можно только с психологом, только посредством, значит, регулярных консультаций. Индивидуальной работы. Вот. То есть, вам нужна индивидуальная работа. По поводу того, что вы говорите, что я его слишком люблю. Что это ваш недостаток. Ну, вы одновременно правы. И одновременно вы не правы. Потому что любовь это не недостаток. Другое дело, что, может быть, вы его не любите. Все-таки. Другое дело, что, может быть, он вам и не нравится. На самом деле. Другое дело, что, может быть, он вам не по душе. В глубине души. Но вы, как бы, знаете, что пока лучше, ну, лучше пока вообще никого нет. Вот. Может такое быть? Ну, в принципе, вполне. То, что вы говорите, что он дистрофик, вот это все, это... Но это не делает его плохим. Это не делает его плохим, именно плохим человек. А ведь, как бы, момент такой, насколько вы принимаете вообще ответственность за свой выбор или нет. Так же не совсем понятно, откуда и куда такая спешка жить с молодым человеком в 20 лет. Почему вы не занимаетесь учёбой своей? Почему вы не занимаетесь своими какими-то делами, не развиваетесь сами, не занимаетесь собой, не получаете образование, там, и так далее. Вот. С чем это связано? Вот для меня лично, ну, не очень понятно, не очень понятно. Ладно, само и для себя, что нужно. Вы требуете от мужчины сейчас того, чтобы он дал вам признание, чтобы он вас признавал. Но при этом, как бы, сами себя вы, ну, я бы сказал, не признаёте. Потому что вы ничего не делаете для того, чтобы себя признавать, как бы, вот. И у меня к вам вопрос возникает на этой почве. А можно ли, можно ли, можно ли, как бы, ожидать от человека, что он вас признает, если вы сами себя не признаёте? Можно ли этого ожидать? На мой взгляд, нет. И на взгляд, значит, психологов, психологии, точно нет. С точки зрения психологии нельзя. Это важно. А вы, вы ожидаете. И отсюда проблема. И поэтому вы зависите от него, кстати говоря. Потому что вам нужно, чтобы он вас признал. Вам нужно, чтобы он вас принял. Вам это нужно. Потому что потребность в признании, она естественна. А то, что вы делаете, это, вот, к сожалению, ну, не совсем естественно, не совсем правильно. И отсюда вы за ним хвостиком бегаете. Потому что, ну, а как ещё? Как ещё? Если своих собственных путей для признания у вас нет. Как ещё? Вот и получается, что других способов у вас нет. А есть только мужчина, у которого, вообще говоря, свои проблемы. У которого, вообще говоря, свои трудности, у которого, говоря, вообще о своей жизни. Понимаете? Какая тонкость. Какая штука. И тут на самом деле очень многое зависит от вас. Если вы для себя поймёте, что мужчина вам ничего не должен. Вот вообще ничего не должен мужчина вам. Вот что даёт он, то и хорошо. А если нужно больше, то его нужно стимулировать. Ему нужна стимуляция. Ему нужен стимул для того, чтобы что-то делать. А стимул вы ему не даёте. И поэтому он не делает ничего. Здесь возникает, в свою очередь, вопрос. Связанный с тем, насколько хорошо вы знаете психологию мужчины. Насколько вы в ней разбираетесь, насколько вы её понимаете и так далее. Ну и, скорее всего, не так уж хорошо. И это правильно. Потому что ваша мама была для вас только мамой и, скорее всего, в исключительно негативном ключе. Так, по крайней мере, вытекает из того, что я о вас узнал. Понимаете? Это значит, что мама не была для вас женщиной. Папа не был для вас мужчиной. То есть, он был только папой. Он был только папой, он не был мужчиной. И ещё. Понимаете? Типа родители, наоборот, задавливали вас любовью. Знаете, это не особо важно. Задавливали они вас любовью или вообще не было никакого проявления любви. Это не столь важно. Это важно другое. важно то, что вы не научились мамой быть женщиной, либо вы повторяете её модель поведения. И это то, что требует корректировки в самый первый момент. Но на это нужно время, усилия, какие вопросы не решаются в таком формате. Поймите, пожалуйста. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.